Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро из Иерусалима, Святого Города. Иерусалима, вот прям реально видно, как сбываются все предсказания Торы, все сбываются, так как сейчас я могу проводить урок из Иерусалима, а слышат его по всему миру. Это сбывается пророчество Тимицион Теце Тора, потому что Тецеона выйдет Тора у Двара Шем Миру Шелаема, Слово Всевышнего из Иерусалима. Значит, мы учим Тору во всем мире, прям по воздуху летят, летят прямо, Фейсбук молодец. Фейсбук соединил, соединил, значит, всех людей, 2 миллиарда людей в мире, пользователей Фейсбука, и молодцы, то есть, ради чего, чтобы можно было преподавать Тору. Хорошо, сегодня у нас 18-е Теслева, 18-е число месяца Теслев, или 22-е ноября. Если по другому летоисчислению, и я не знаю, какое сегодня по мусульманскому, вообще другое, по буддийскому, вообще другое. То есть, люди изменяют мир так, как они хотят, придумывают летоисчисления разные свои, и мы видим, что человек, он создатель, человек со-создатель, творец, то же самое, как Бог сказал, на Сейд Адам, сделаем человека, с тем сделаем человеком. Сегодня мы начнем с того, что одна идея, которая идея из книги 365 размышлений Рэбе, значит, идея очень глубокая. Давайте сейчас мы с нее начнем, и дальше перейдем к недельной главе. Говорит любая честная Рэбе, рабе Минахим Мендал Шнеерсон, он говорит такую вещь, веры недостаточно, нужно доверие. Давайте про веру чуть-чуть. Вчера мы говорили про веру. Вера – это определенное свойство интеллекта, когда человек берет какие-то интеллектуальные идеи, которые не являются фактами. Факт – это то, что 100% все согласны. Факт – это объективная реальность, которая не вызывает ни у кого разночтение. Это факт. Теперь, если какая-то идея, она вызывает разночтение, то эта идея не факт. За прививки, против прививок – это не факт. Значит, верю в Бога, не верю в Бога, это не факт, это вера. Вера – это то качество интеллекта, которое берет какую-то идею и наполняет ее уверенностью, что это 100% истина. То есть, можно верить, что Динамо – лучшая команда. Можно верить, что немецкие машины плохие или хорошие. Можно верить, ну и так далее. То есть, верить можно во много разных вещей. Теперь бывает разная сила веры. И вчера мы учили, что вера, она делает какие-то идеи реальностью. То есть, она создает реальность. Всевышний так сделал, что когда человек верит во что-то, что должно произойти, то Бог дал силу человеку вот этой верой, эту идею, как бы материализовывать. Понятно, да? Теперь сегодня говорит нам, Рэбби, следующий, как бы развивает эту мысль и говорит, веры недостаточно, нужно доверие. Значит, я не знаю, как это звучало на иврите. Эмуна, доверие, скорее всего, он имел в виду бетахон. Бетахон – это уверенность, что это произойдет. Батуах, да, это сильно уверен. А эмуна – это я верю. Значит, он говорит, веры недостаточно, нужно доверие. И дальше он продолжает. Верующий в Бога человек может быть вором и убийцей. Доверие к Богу изменит вашу жизнь. Так он говорит. Что имеется в виду? Вот смотрите, есть верующий человек, он верит, что есть Бог. Да, он верит, что есть Бог. Все, Бог есть, отлично, Бог есть наказание, есть награда, есть заповеди. Верю, верю, говорит верующий человек. Я в это верю. При этом он делает поступки, которые, что значит быть вором или убийцей, да? Быть вором или убийцей, это значит, что посчитать, что Всевышний тебе не додал что-то, и ты можешь это забрать путем, который Всевышний запретил. Забрать и при этом с этим остаться. Это то, что делает вор, когда он ворует. Он думает так, мне Всевышний не дал, Всевышний дал ему. Но я заберу. То есть можно верить в Бога и при этом быть вором, говорит Рэбе. А что такое доверие к Богу? Доверие к Богу это то, что Бог мне даст все, что мне нужно. Если мне это дал, значит оно мне нужно. Если не дал, значит оно мне не нужно. Это называется доверие ко Всевышнему. И вот этим доверием ко Всевышнему, если у человека оно появляется, то оно действительно меняет всю его жизнь, меняет все его восприятие. У человека пропадает страх, у человека пропадает зависть, у человека пропадает, то есть пропадает все негативное, что возникает, когда ты боишься, что тебе чего-то не хватит. То есть есть два состояния в человеке. Есть состояние, когда у меня все есть, и у меня есть избыток, и я хочу делиться. И есть состояние у человека, когда ему не хватает, и он говорит, мне не хватает, и я хочу наоборот забирать у других людей то, чего мне не хватает. Это два разных состояния. Первое состояние, когда у меня все есть и у меня всего избыток, и я уверен, что у меня и дальше будет избыток, потому что Всевышний меня любит и Всевышний мне все даст. Это состояние такой сверх наполненности, это самый большой кайф, удовольствие, радость, которая только может быть. Уверена в завтрашнем дне, спокойствие, ощущение избытка. Вообще класс. Теперь, если человеку не хватает, то ему плохо, то есть даже если ему мысленно не хватает. Вот представьте ситуацию, человек думает, завтра будет плохо, завтра мне не будет нечего кушать, завтра мне не будет хватать и так далее. То есть сами мысли об этом уже вызывают состояние недостаточно, плохо. Теперь, если человек из этого состояния думает, мне надо у кого-то что-то забрать, он сразу начинает дополнительно бояться того, у кого он хочет забрать, милиции, его могут посадить в тюрьму. Если он заберет, то он же нарушит слова Бога, значит Бог его накажет. То есть человек, когда он у кого-то даже забирает, он в этот момент не получает. Он получает, может быть, какой-то предмет, но вместе с этим предметом он получает новый набор страхов и недостатка. Понятно, да? Поэтому, конечно, намного лучшее ощущение давания, намного лучшее ощущение достаточности и уверенности во Всевышнем, что завтра будет тоже всего хватать. Вы можете сказать, типа, а кто сказал, что это факт? А никто не сказал, что это факт. Это уверенность, которая увеличивает шансы того, что все будет завтра хватать. Это мы вчера учили, что вера во что-то хорошее, она создает это хорошее. Понятно, да? Хорошо. Теперь двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Вот кто-то шлет вот такие вот рожи оранжевые, да? Я вот, как можно про это подумать? Можно подумать дважды. Можно подумать, что человеку что-то не нравится. Но это странно, думать, что может не нравится то, что сказал Раби Менахи Мендал Шнерсон, потому что это был великий человек, который такие мудрые вещи говорит. Можно сказать, что человек случайно не на ту кнопочку нажимает. Я верю, что человек случайно не на ту кнопочку нажимает, что он вместо того, чтобы посылать сердечки, он посылает оранжевую недовольную рожу. Бывает же такое? Бывает. То есть каждый живет в мире своей веры, и каждый человек своей верой создает какую-то модель мира, в которой он живет. Понятно? Все, двигаемся дальше. Дальше Ребе развивает эту мысль. Очень тоже интересно. Это уже отрывок из сегодняшней главы, сейчас мы его позже прочтем. Что значит полагаться на божественное проведение? Божественное проведение – это когда я верю, что Бог меня ведет. Я верю, что Бог меня ведет в каждый мой шаг, каждый мой день, каждый год моей жизни. Всевышний меня ведет. Это называется вера в божественное проведение. То, что Он меня ведет и проведет через любые события в моей жизни. Теперь, когда, но опять же, есть люди, пессимист, он верит, что Бог его ведет, но ведет куда-то не туда, это пессимист. Другой человек, он верит, что Бог его ведет всегда только туда, как царь Давид, который в Псалмах он говорил, в Псалмах он говорил, «Гам ти елех бэгэй цалмавет», он говорит, «Даже если я буду идти долиной смерти, ло-эра-ра, не случится со мной зла, те ата и мади, потому что ты со мной», так он Всевышнему говорил. Значит, это называется полагаться на божественное провидение, что все будет хорошо. И вот здесь, как раз в этом сегодняшнем отрывке, мы прочитаем, что Яков послал своего сына Юсефа, любимого сына, которого он любил, и которого братья его ненавидели, за то, что они думали, что Юсеф, он хочет у них забрать благословение, власть, что он хочет, как бы, все у них забрать. Они его ненавидели. И, значит, говорит нам Рэбэ, что, хотя братья не могли предвидеть, что будет дальше, да, что благодаря их действиям, значит, Юсеф потом станет правителем Египта, спасет от голодной смерти их семьи, их самих и Якова. Значит, они этого не предвидели, они хотели его убить просто, да, но в итоге из этого вышло все хорошо. А Юсеф, который был по уровню выше, чем все они по духовному уровню, он потом на них не обиделся. Он понимал, что все ведет Всевышний. И все то время, когда он был в рабстве, в тюрьме, он понимал, что Всевышний его ведет к чему-то очень-очень хорошему. И просто сейчас то, что он находится в таких темных-темных коридорах, да, он сидел в яме, там, был рабом, был в тюрьме, это он верил, что Всевышний его выведет в конце концов на что-то очень хорошее. Вот это называется полагаться на божественное провидение. Теперь переходим к самой Тории, да, и что нам здесь, что нам здесь рассказывает Всевышний? Давайте. Значит, глава называется Ваешев. Ваешев и поселился. Значит, сегодня 12-й отрывок 37-го перека, да, и пошли братья пасти скот их папы в город Шхем. Город Шхем, это такой город, он есть до сих пор. И Раши нам объясняет, что это очень плохой город, в котором происходили очень много неприятностей. То есть это есть место, которое было предназначено для каких-то страшных вещей, для расплат, для неприятностей. И здесь вот тоже мы видим, что это было в Шхеме. Значит, и сказал Исраэль Юсефу, они пошли туда пасти сход, сказал Исраэль, папа сказал Юсефу, вот твои братья пошли в Шхем, пойди узнай, как у них дела. Пойди узнай, как у них дела, как там они, посмотри, как там скот, посмотри, и вернись ко мне, и вернись ко мне. И пошел Юсеф туда. Значит, пришел он туда, где они были в Шхеме, нету их, и смотрит он, стоит Иш, стоит человек. Значит, говорит нам устная Тора, что это был не человек, что это был ангел, что Всевышний, когда вот он общался с такими людьми, вот тут интересная вещь, да, то есть каждый человек, он находится со Всевышним в разном уровне взаимоотношений. То есть есть люди, которые сказали Всевышнему, тебя нет. То есть я, люди, которые своей верой, они закрыли, они говорят, все, тебя нет. Значит, и перестали общаться со Всевышним. Есть люди, которые говорят, наоборот, вторая крайность, есть только ты, есть только ты, нет ничего, кроме тебя. Это цадики, праведники, которые, они Всевышним просто растворились, они понимают, что все это Всевышнее. То есть вообще нет ничего материального в этом мире, есть только проявление Бога. Все это. Это вторая крайность. Есть между этими двумя крайностями, есть люди, которые кто-то утром послушал 20 минут урок на Воикре и говорит, все, мои взаимоотношения со Всевышним закончились, значит, я сделал дело, гуляй смело. И они пошли, значит, весь день про Всевышнего они вспоминают. Есть, которые послушали урок 20 минут, и после этого целый день молятся, благословляют, разговаривают со Всевышним в мыслях, что-то еще учат, посмотрели еще какие-то уроки и так далее. То есть, книжки какие-то, ты или им псалмы читать. Есть люди, которые целый день читают псалмы, разговаривают со Всевышним словами царя Давида. И те люди, чем ты больше взаимодействуешь со Всевышним, тем больше включается твое божественное проведение, тем больше Всевышний взаимодействует с тобой. Это как, понятно, эта связь. И вот здесь, когда, когда я, когда Йосеф пришел в Шхем, и там не было братьев, то вот этот человек, которого он встретил, уст натора говорит, что это был ангел. И он сказал ему, что братья твои пошли туда. А может, это был просто человек, значит, написано человек. И пошли они туда, отправились они отсюда, и сказали они, что пойдем мы в Датан. Какое-то место Датан. Значит, и Йосеф пошел за ними в Датан. И увидели его издалека. Представьте, холмы. То есть, Израиль, вот эта вот местность, Хеврон, Иерусалим, это такие холмы. Холмы, значит, иногда заросшие холмы, иногда такие, как кустарник, иногда просто травка. Значит, вот они видят, идет Йосеф, издалека они его видят, значит, идет Йосеф. Увидели они его издалека, и перед тем, как он к ним приблизился, они решили его убить. Представляете? Решили его убить. Значит, ну, когда читаешь без объяснений, непонятно, как это, братья, главы колен, праведники, сыновья Якова, и решили убить своего брата. Но, когда ты глубже узнаешь, что значит быть праведником, что значит быть главой рода, главой колена, да, что значит вообще вся эта история, жить в то время в древнем мире, то оказывается, что даже вот велите, возьмем царь Давид, да, царь Давид, который вот, псалмы его все читают, все молитвы на этом построены. У него был отряд 400 воинов, он всю жизнь воевал. Галиату, когда он Галиата убил, знаете, Давид и Галиат, он был велитий праведник, он взял камень, раскрутил ему в лоб, подбежал и отрезал ему голову. То есть, в то время люди были очень, очень были такие, или ты, или тебя. То есть, был очень такой мир, был очень джунгли такие. И, например, тот же царь Соломон, когда он стал царем, то он приказал убить своих братьев, одного из своих братьев по матери, который хотел Аданияу, который хотел сделать против него восстание, он приказал своему военачальнику его забрать, прямо тот схватился за жертвенник, он ему говорит, забрать его от жертвенника и убить, потому что, если я его не убью, он убьет меня. То есть, были другие взаимоотношения между людьми. Были люди пожестче в то время, да? И братья, когда он шел, они его видели. Конкретно, они думали, что он задумал захватить власть, и они все его поступки так и трактовали, и они, так как думали, что он хочет их убить, то они собрались и по суду, решили, что тот, кто пришел тебя убить, надо его убить. то есть, они сделали, с той точки зрения, как они видели, они сделали справедливость. Тот, кто хочет тебя убить, должен ты убить его первым. Кстати, это очень большой вопрос в наше время, когда отменили смертную казнь. Действительно ли это справедливо, что человек, который убил, например, там, зарезал пять детей ножом, что его после этого не убивают. То есть, если смотреть по Торе, то человек, убийца, который лишил жизни пятерых детей лично, его надо убить. Это как, это справедливость. Но современное общество, почему-то считает, что его не надо убить. Теперь, в устной Торе написано, что, когда приходят в мир эпидемии, когда не предают смерти, тех, кто по суду, должны умереть. То есть, в последнее время, последняя смертная казнь в Европе, по-моему, была лет 20-30 назад. И отменили смертные казни. То есть, то, что по суду и по справедливости человек, который убийца, умышленный убийца, он лишает жизни людей, его нужно тоже казнить, да, убить. То есть, это как, ну, это логика, это справедливость. Когда в мире отменяют то, что должно было по суду быть смертной казнью, тогда приходят в мир эпидемии, так что, вот это может быть, откуда коронавирус? Именно вот от этого. Хорошо, может быть, это чисто такая моя идея. Они решили его убить, написано в Торе. Значит, и сказали человек своему брату, вот идет Баля Халамот, идет он, сновидец этот, да, вот идет этот сновидец. То есть, откуда они взяли, что он и хочет убить? Потому что, когда он рассказывал свои сны при отце, в этих снах он становился над ними властителем, и они ему прямо говорили, ты что, царствовать над нами хочешь? Ты хочешь власть над нами взять, да? То есть, они думали, что он таким образом высказывает свои планы. И они говорят, вот идет этот сновидец, значит, теперь пойдем его убьем, и сбросим его в одну из ям, и скажем, что его животное съело, съело его животное, да, какое-то дикое животное его съело, и посмотрим, что будет с его с нами тогда, да, вот такой вот, Раша говорит, что это не они сказали, посмотрим, что будет с его с нами, это Всевышний сказал, то есть, это же Тора, и Раша говорит, что вот с этого момента посмотрим, что будет с его с нами, это Всевышний сказал, вы думаете его убить? Посмотрим, увидите, вот все увидите, что будет с его с нами, его сны сбудутся. Значит, и услышал Реувен, Реувен это был старший сын, старший брат, и он решил его спасти из их рук. То есть мы видим, что много замысла в сердце человека, а замысел Всевышнего он исполнится. И Реувен, старший брат, он им говорит, не надо говорить, не надо убивать, не надо его убивать, сказал старший брат. И сказал им Реувен, давайте сделаем так, не будем проливать кровь, а просто его бросим в яму. Значит, и не будем его трогать, то есть не будем убийцами, он как бы говорит, пускай Всевышний решает, что будет. Но сам он при этом задумал его спасти из их рук и вернуть его папе. То есть здесь мы видим, опять же, очень интересную вещь. Реувен, который был первенец и который больше всего пострадал бы, если говорить по букве закона, от того, что Юсеф хотел забрать власть. Потому что он был первый сын, ему полагалась двойная часть наследства, старшему сыну полагается. Но он как раз и хотел спасти Юсефа. Хотел спасти Юсефа. Значит, сегодня закончился отрывочек, завтра мы продолжим, узнаем, что было дальше. Но здесь что мы видим? Давайте подведем итог. Мы видим, что иногда даже самые праведные люди могут ошибаться. Братья, они ошибались в намерении Юсефа, но с другой стороны, они в итоге-то они не ошиблись, потому что Яков благословил Юсефа, дал ему двойную долю наследства. И в итоге Юсеф стал царем. То есть он стал царем, он их потом спас, правда. То есть они, с одной стороны, они ошиблись, с другой стороны, они предвидели будущее. Теперь дальше. Дальше мы видим, что они задумали его убить, но Всевышний он задумал по-другому. И в итоге все происходит так, как решит Всевышний. Но теперь вот здесь очень такой вывод, который лично у меня появился. Когда человек верит, что будет плохо, он своей верой создает предпосылки, что будет плохо. То есть, и когда он верит, что Всевышний хочет ему плохо, то он тем самым нарушает заповедь. Написано, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. То есть, если ты думаешь, что Бог хочет тебе плохо, то ты как будто бы с Ним вступаешь в конфликт. Поэтому нужно обязательно верить и доверять Всевышнему. Кстати, вот поэтому Америкам, мне кажется, это очень... На долларах написано In God We Trust. В Бога мы доверяем. Trust это именно доверяем. То есть, они прям выпустили доллары и говорят, Богу мы доверяем. И поэтому сейчас во всем мире доллары, они просто их печатают и покупают весь мир. Какая вообще умная-умная вообще идея была, да, написать на долларах In God We Trust. Хорошо, все, и мы тоже, In God We Trust, мы тоже доверяем Всевышнему и верим во Всевышнего, доверяем Всевышнему, верим, что все будет хорошо. Все, всем хорошего дня, удачи, успехов. Завтра продолжим узнавать, как Всевышний управляет миром и пытаться разобраться в своей жизни, исходя из этого знания. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня.